Хочешь создать свою CSGO рулетку или магазин? Тогда для вас есть решение! Сервис Techyshop.ru предлагает вам дешевые и качественные скрипты, которые очень легко установить на ваш сайт. Потратив всего 5 минут, вы создадите свой проект. Большой выбор, все способы оплаты, хорошая техподдержка. Techyshop.ru, магазин скриптов. Ссылка в описании. Время — это занимательная штука. Изучать все это безумно интересно, но нас сейчас больше интересуют временные парадоксы. По ним пишут книги, снимают фильмы, да и некоторые люди используют их в качестве своей биографии. Ну там, называют себя путешественниками во времени и всячески выпендриваются. Поэтому сегодня мы разберемся, что же такое так называемый эффект бабочки и изучим все, что связано с ним. Надеюсь, вам это будет интересно, потому что лично я обожаю вот эту всю тему с эффектами бабочками, временными парадоксами. Это реально круто. Первая гипотеза. Защита временной последовательности. Суть этой гипотезы в том, что путешественник во времени просто не сможет создать парадокс, потому что природное течение времени не позволит ему этого. Например, он появится не в том месте и вообще ничего не сможет сделать, либо ему помешают различные повороты судьбы, или даже он, сам того не замечая, восстановит ход событий в том виде, в котором их помнят. Подобное мы можем вспомнить из фильма «Петля времени», где людей отправляли из будущего в прошлое, чтобы их там убивали. Ну а в конце их работы вот этих убийц отправляли их же самих из будущего, чтобы, скажем так, закрыть петлю. Или завязать петлю. Или порвать петлю. Вообще, есть даже примеры из игр. Например, Fallout 2, избранный, с помощью временного портала может попасть в убежище 13 и случайно сломать водный чип, поломка которого заставит выйти из убежища его предка, чтобы впоследствии быть изгнанным и основать деревню, в которой находится сам избранный. Что интересно, главный герой может даже не заходить в портал, но события уже произошли, что как раз таки непонятно. Вторая гипотеза — гипотеза центрального наблюдения. Тут, кстати, всё очень легко. С момента включения машины времени точкой отсчёта становится как раз главный герой. Он может абсолютно любым образом менять время, трахать зверей, свою бабушку и так далее, но будущее для него будет абсолютно иным. Иными словами, временная линия героя не изменится. Если он вернётся в будущее, то увидит определённые изменения и даже сможет найти, например, своего дубля. Ну, опять же, в теории. Вся временная линия крутится исключительно вокруг наблюдателя. Отличный пример есть в фантастике Евгении Лысого, смерть попаданцем, противостояние. В этом произведении люди, переместившись в прошлое, кардинально меняют своё будущее, но при этом о том, что что-то изменилось, знают лишь только они. Но этой же гипотезе противостоит противоречивая гипотеза. Извините за такую странную тавтологию. Короче, суть в чём, если человек изменяет своё прошлое, он изменяет и сам себя, а значит, не будет ничего помнить. К примеру, если некий человек вернётся в прошлое и убьёт Сталина, то Гитлер выиграет войну и завоюет мир. Ну, это как бы в теории, я там понимаю, что некоторые скажут, да чё, не право, это просто в теории. Но в таком случае получается, что этот некий человек родился в фашистском обществе, жил, разговаривал на немецком и наблюдая везде, где можно и где нельзя свастику. Значит, когда он вернётся в будущее, ему будет казаться, что ничего не изменилось, ведь он изменил прошлое и никогда не жил в нашем времени. Хотя на самом деле всё поменялось, ведь Гитлер так и победил в войне. Похожий пример можно наблюдать в фильме «Эффект бабочки», с той разницей, что главный герой фильма осознаёт и помнит все альтернативные ветки развития времени. Странно, да? Эти гипотезы просто противоречат сами себе постоянно. Дальше. Повреждение временной последовательности. По сути, это самый яркий пример эффекта бабочки. Ну, потому что это она и есть. Примеры даже не надо искать, они рядом. Одноимённый фильм и рассказ Рэя Брэдбери «Игрянул гром», когда во время сафари юрского периода один из участников наступает на бабочку, и в США избирают не того президента. Очень популярной иллюстрацией этого примера является фильм «Назад в будущем», где школьник Марти Макфлай путешествует на машине времени, созданной Доком Брауном, и пытаются сначала спасти Дока от смерти, а затем восстановить естественный ход истории, чтобы обратно попасть в привычный мир. Но опять же, из этого идёт следующий вопрос. А может быть, есть несколько вселенных? И мы подходим к следующей гипотезе, которую сейчас очень сильно форсят почти везде. Ну, в частности, в комиксах. Почти везде я это немножко преувеличил. Гипотеза о множестве вселенных. Суть понятна из названия. Существует бесконечное количество вселенных, по одной на каждую возможность выбора. Допустим, если путешественник убил Гитлера, то существует и вселенная, где он не убивал его, а может даже та, где он помог ему не погибнуть. Но, кроме этого, есть версия, что подобные изменения не просто изменяют вселенную, а создают новую. Поэтому, если верить теории, то, например, если кто-то в данный момент прямо сейчас изменяет настоящее, то мы этого не заметим. И даже не из-за гипотезы центрального наблюдения, а именно из-за того, что просто появятся новые вселенные. Поэтому, да, в этом много проблем. Сложно. Кстати, а что будет, если вы встретитесь с собой из прошлого? А ответ кроется в теории слияния вселенных. Хотя тут даже говорить не о чем. Если вы встретитесь с себя из другой вселенной, то вы просто сольетесь, чтобы не породился парадокс. Вот такой вот антивирус у времени. Есть еще одна очень долбанутая теория о том, что будущее меняется с того момента, когда вы уже подумали, например, о путешествии во времени. Например, опять же повторюсь, вы подумали о создании машины времени. Таким образом, вы сможете получать вещи из будущего к себе в прошлое. Например, для создания еще одной машины времени. Уже в вашем времени. Это было, например, описано у Гарри Гаррисона в книгах «Остальной крыси» и фильме «Невероятные приключения Билла и Теда». Да, это теория бредовая, но с ней даже можно поиграться. Например, если в будущем машина времени, то я могу отправить себе сообщение, чтобы я же отправил себе предмет, например, который мне будет нужен через год. Так что... Ань, у нас проблемы. Также есть еще одно противоречие опять к этому же. Например, обычно, когда люди отправляются создавать машину времени, но это зачастую в фильмах, это они делают с какой-то целью. Например, чтобы спасти близкого, либо чтобы отправить себе какие-то данные и разбогатясь в будущем. Ну, там какие-то ставки и все такое. Так тут есть как раз-таки проблема. Если человек отправляется в прошлое и решает эту проблему, то цели для создания машины времени просто нету. И ее не будет. И отсюда появляется парадокс. И последняя, и самая страшная гипотеза, из-за которой просто отпадает все желание перемещаться во времени, даже если вы конченый фанатик, это теория полной пустоты. Подобной было описано Стивеном Кингом в его произведении «Лонгольеры». Оказавшись в будущем или прошлом, путешественник во времени просто замечает, что ничего нету вокруг. Вообще ничего! Есть только предметы, которые укоренились в нашей планете. Это, например, просто сама Земля. Все остальное лишь напоминает оттенки предметов или просто призраков. А путешественнику в этот момент просто остается ждать, когда нагонит его будущее. Или хуже, оно вообще его не догонит, потому что у путешественника нет будущего. Кстати, если его вдруг все-таки нагонят будущее, что же может произойти? Вообще это будет происходить неожиданно. И для нашего времени, и для нас, и для самого путешественника. В лучшем случае вообще ничего не произойдет, просто он окажется в нашем времени. Все это будет происходить с его и с нашей стороны, с того момента, что медленно будет предмет превращаться в реальность. Ну или призрак человека. Ну как-то вот так. Еще хуже случаем будет небольшое столкновение, потому что призрака мало кто увидит в нашем времени, и следовательно, он может попасть, например, под машину, оказаться в толпе и врезаться в кого-то. И самое худшее уже зависит от вашей фантазии. Ну а на этом все, ребят. Если вы получили достаточно много новой информации, и она для вас была интересна, то, пожалуйста, поставьте лайк, я буду очень признателен. А также оставляйте комментарии, какая вам из этих теорий ближе. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, у меня здесь много чего интересного. А с вами был Стинт, играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока!